Как найти работу после окончания учебы? Вопрос, волнующий многих выпускников вузов. Ведь для хорошей работы необходим опыт, а чтобы получить опыт, нужно устроиться на работу. Получается замкнутый круг. Проблему решает программа «Дорожная карта занятости-2020». Она предоставляет студентам полугодовую практику по полученной специальности. Предполагается, что выпускники колледжей и университетов за это время приобретут необходимый им опыт, и устроиться на работу будет легче. Все эти программы обеспечивают молодежь особенной работой, чтобы... Наш президент согласен. Главная задача обеспечения – постоянная работа. Вот это огромная возможность сначала для студентов. Начально это временная работа, 6 месяцев, а дальше уже... Они уже сами, да? Да, они уже сами. Показатели у «Дорожной карты занятости» неплохие. В прошлом году по программе на практику были устроены 653 выпускника. 80% после этого остались работать в этой организации. За 5 месяцев текущего года на практику отправлены 1600 студентов. Мадина Атыкбаева – одна из них. Девушка окончила университет по специальности информатика. Сейчас Мадина проходит стажировку. Работает с компьютерными программами. Об этой программе я узнала из интернета, увидела на одном из сайтов. Так как после университета работу я найти не смогла, обратилась сюда. И вот уже третий месяц стажируюсь здесь, нарабатываю знания, перенимаю опыт. Гульжан Бердебек также проходит практику по программе «Дорожная карта занятости-2020». Девушка изучила специальность фельдшера и теперь стажируется в одном из медицинских учреждений города. Ставит уколы, капельницы, а сейчас даже ассистирует стоматологу. Я в этом программе услышала от родителей и сдала документы. И сразу мне дали направление с кулап. И сразу приняли, и мне здесь очень нравится, коллектив, все. Я была здесь в процедурном кабинете, инъекцию делать внутривенную, внутримышленную научилась. И в физкабинете было, физиолечение. Практика по программе «Дорожная карта занятости» оплачиваемая. Каждый месяц практиканты получают чуть больше 30 тысяч. На сегодняшний день самые востребованные профессии в центре занятости – это учителя, юристы, бухгалтеры, экономисты. Свободные места предоставляют 134 организации. Полторы тысячи вакансий ждут своих специалистов. Субтитры создавал DimaTorzok